Во-первых, это было интересно. Что интересно? Каждый раз новые члены партии КПРФ. И в данном случае моя личная критика. Ну, чтобы было понятно. Для тех, кто думает, что на территории Российской Федерации нет критики. Для самых, типа, заглуженных дерьмократии интернета говорю. Михаила Задорнова, посмотрите, у меня сарказм. У него ирония, доведенная до безупречности. До такого уровня Comedy Club еще долго. А есть еще другая композиция на телеканале СТС. Ну, то есть нет у нас критики никакой. И говорят, что Россия не дает возможность критиковать власть. Так ли это? Нет, не так. Моя критика. Я не стал бы сейчас ликвидировать задолжников. Потому что я реально вижу, что денег не хватает. И знаете, пенсионеру приятно отдавать часть пенсии, но не мне. Моя утекает сразу же после получения. А есть в большей степени примерно 95% трудового населения. И так вот оно сводит концы с концами. Ибо это озлобленное быдло. Причем быдло, в соответствии со словарем Даля, это человек, работающий под принуждением. Почитайте внимательно словарь. Потому что в России нет бесплатного жилья. Ну, а озлобленное? Так это как же? Моя тачка должна быть круче тачки соседа. Слово о том, что в Российской Федерации есть специальный религиозный канал. И Российская Федерация любит всех своих многонациональных жителей, давая возможности населению других государств адаптироваться и получать гражданство. Это, к слову, тех, кто не знает понятия фашизма и национализма. Мало того, с историей отношений всей Российской империи, СССР и России, как таковой, отношение к пленным было лучше, чем отношение к гражданам. Но фашистов, уничтожающих пленных, собственное население, и мною, как и части, хоть и небольшой евреев, Так вот, таких, понимая деяния Господа, моего великого и потерявшего под Москвой прадеда, я бы поставил к стенке. Конечно, это очень радует, что постоянно идет обновление. Не то, что обновление, в партию приходят новые товарищи. Другого варианта быть не может. Понимаете, в чем дело? Если бы у нас все было настолько хорошо и красиво, можно было говорить о чем-то другом. Но мы далеко не красиво живем. Потому что, потому что есть те самые товарищи, которых не так-то и много в этой жизни. Ну, иди сюда, мы красивые. Да, их не так уж и много в нашей жизни. Да, мы хорошие. Котяра мой симпатичный. А в основном это, конечно, те 300 миллиардеров и те, ну, допустим, добавим туда еще раз в 100 больше долларовых миллионеров. Ну, может быть, так оно и есть, понимаете? То есть, вот этим товарищам реально начихать на нас. А кому это может быть нравится? Мне это, естественно, не нравится. То есть, давайте все-таки определимся. У меня есть проблемка, естественно. Да, я на пенсии сижу. Вот, пытаюсь с людьми пообщаться, пытаюсь людям объяснить, насколько это должно быть красиво. И это хорошо получается. Потому что я работаю бесплатно. Я работаю бесплатно. Я не думаю, что необходимо всех напрягать. Мне это не нравится. А кому это может нравиться? То есть, в свое время люди так же спокойненько работали. И у них никаких проблем не было. Вот и все. То есть, давайте определимся, есть ли у нас в стране специалисты крутого уровня. Да, они есть. Есть ли у нас специалисты, которые работают для людей? Не для собственного кармана. Я не работаю для собственного кармана. Я сейчас работаю для людей. Тоже есть. И когда мне говорят, что у нас проблемы, у нас есть проблемы. Только как эти проблемы решаются? Я не буду говорить, что Владимир Владимирович Путин не был членом КПСС. Во-первых, он был членом КПСС. По-другому, и не могло бы случиться. Так давайте все-таки завершим эту дивную контору под названием Дума. Выгоним их к ядрению фени. В действительности, правильно? А управлять государством не будут вот те дивно-чпоканные муда-козявки. Я могу там немножко, внедрив свою мыслительную структуру, это дело объяснить. Понимаете? Мы этим можем заниматься. Мы это дело знаем. Почему у нас не может быть министром культуры? В смысле, премьер-министром тот же самый замечательный человек, который хотел стать президентом России. Вот кого надо ставить. Да, конечно, чем сейчас больше меня интерес вызывает моя дивная партия. Объясняю, чем. Тем, что эта дивная партия, она находится в оппозиции. А ЛДПР это не оппозиционная партия. Так же, как Единая Россия, это понятно, откуда все идет. Справедливая Россия тоже не оппозиционная партия. Там какие-то новые еще чмошники. Это из той же оперы, понимаете? Единственная партия, настоящая партия, которая работает для людей, это КПРФ. В свое время один пропоится, блин, слил ее. Была КПСС, он слил. Ну, не редиска, блин, но люди-то остались. Люди остались, люди понимают. Да. И бегать-то далеко никуда не нужно. Задайте вопросы, получите результат. И, в принципе, ребята, если вы уж настолько сильно воруете, то воровство должно прекратиться. То есть я сегодня еду и смотрю, что с меня требует. Я пенсионер, да, там денег-то как бы не сильно-то и много. Но там, где мы живем, в этой ситуации живет всего лишь 130 миллионов человек. Чтобы температура прыгала туда-сюда на 70 градусов, да где вы таких людей-то найдете, а? Простенько. Ну, хватит воровать, хватит делиться. Все, приехали. С определенного момента скажите, все, заработали. Ни копейки вы не должны выбрать из России. Вас необходимо ограничить в выезде. Максимальная сумма, которую вы сможете выдернуть из Российской Федерации, это миллион евро. Ну, или доллару, без разницы. Это реально вам хватит, чтобы вы могли там прожить некоторое время, после которого вы должны быть понимать, что проблемка у вас еще какая, а все остальное здесь. И, в принципе, это все делится. И магнитогорские столевары могут зарабатывать и по 7 тысяч долларов, сумма небольшая. Магнитогорские все пенсионеры могут заработать по 3 тысячи долларов. Сумма небольшая, вы не думаете, что мы ее просрем. Уж поверьте, мне этого не случится. И тогда, и тогда, мы поняв, что вы работаете для нас, мы поделимся. Да, да, да. И купим. Не беспокойтесь, каждый из нас пойдет и поможет фронту. Вы понимаете? Вы сделайте хотя бы что-то для людей, а потом с них что-то требуйте. А не то, что вы сейчас учудили.